Центр развития образования расширяет свои границы. Теперь учреждение будет проводить семинары, конференции, олимпиады и конкурсы различного уровня дистанционно. Это стало возможно благодаря приобретению дорогостоящего оборудования конференц-системы. Ее закупили на средства гранта. В прошлом году компания «Лукойл» поддержала проект педагогов по созданию конференц-зала в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Руководитель проекта Ольга Казицына показывает дорогостоящие оборудования для видеосвязи. В рамках проекта «Методика спорта Северу» была закуплена профессиональная конференц-система. В нее вошли пять микрофонов, веб-камера, блок управления, ноутбук и телевизор. Для проведения дистанционного обучения учителей физкультуры, педагогов, занятых в области дополнительного образования, ведущих спортивную деятельность, и для проведения дистанционных семинаров, обучающихся с отдаленными населенными пунктами в Ненецком автономном округе. Для нового оборудования в Центре развития образования выделили специальный кабинет. Ведь оно свяжет его сотрудников не только с педагогами из населенных пунктов округа, но и со всем миром. Конференц-связь – это большая возможность и себя показать, и перенять опыт других регионов России, и даже стран. Технология позволяет видеть и слышать друг друга людям, находящимся на значительном расстоянии, осуществлять обмен данными и производить их обработку в интерактивном режиме. Расширить возможности ЦРО позволил грант нефтяной компании «Лукойл». В прошлом году проект «Методика спорта Северу» поддержали в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Я не верила, конечно, что проектам уделят какое-то большое внимание. Ну, конечно, чувство радости и гордости было, да. Я очень благодарна тем специалистам, которые приняли участие в написании этих грантов. И, конечно, эйфория прошла сразу по вручению грантов, да, и пришлось взяться за дело. Тем более дел у сотрудников Центра развития образования увеличилось вдвое. Дело в том, что компания «Лукойл» поддержала сразу два их проекта. Теперь у учреждений есть не только конференциал, но и собственная мини-типография. Более 150 тысяч рублей было выделено «Лукойлом» на приобретение оборудования. В него вошли печатный станок кониками Нольта, степлер, резак для бумаги, обрезчик углов, беговщик, рулонный ламинатор. Предполагается его использовать для выпуска печатных пособий, тех методических разработок, тех статей авторских наших педагогов, которые желают, чтобы их пособие было издано в печатном виде. Также сотрудники ЦРО планируют издавать в печатном виде авторские учебные пособия, ненецкую национальную литературу, учебники по краеведению и лучшие проекты, которые реализуются на базе Центра. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...